Семь команд из трех областей Беларуси, а всего порядка 70 юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет, приняли участие в открытом турнире по рукопашному бою Кубок Крепости. Турнир посвящен Дню Единения Беларуси и России. Турнир проводится Брестским облсполкомом при содействии клуба «Профессионал». Турнир называется Кубок Крепости и посвящен Дню Единения Беларуси и России. Данное мероприятие проводится второй год. В прошлом году приезжали представители России, они с удовольствием участвуют. В этом году, к сожалению, они не смогли к нам доехать, поэтому только представители Республики Беларусь, ребята собрались сразу со всех областей Республики. Поединки сочетаются или чередуются удары, броски, удержания, болевые и удушающие приемы. В то же время здесь запрещены действия, препятствующие активному ведению боя, опасные для здоровья и нарушающие этические нормы, вид спорта и дисциплину. Бой проходит две минуты, выходят два соперника, судья вызывает, и потом говорит бой, и можно начинать. Самое важное, что нельзя делать, это бить в пах, выходить за пределы ковра. И надо всегда слушать судью, иначе можно дать замечание. Я считаю, что в рукопашном бою самое главное – это воля к победе, ну и немаловажная это техника. Получается, надо уметь правильно бить ногами, руками, правильно защищаться и делать броски. Отдельного внимания заслуживает и главный кубок соревнований. Он выбран не случайно и имеет свою историю. Кубок сделан из настоящей гильзы от советского снаряда, который когда-то выстрелил по врагу при освобождении нашего города. Найдена была в окрестностях Бреста, и вот родилась такая мысль. Именно из таких гильз, которыми в свое время внесли вклад в победу и делать победные кубки, продолжать таким образом традиции, передавать частичку того подвига. Организаторы надеются, что соревнования станут доброй традицией, и в следующий раз в них смогут принять участие не только белорусские спортсмены, но и увлеченные рукопашным боем ребята из других государств. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.